Доброго всем времени суток! Я продолжаю проходить Эксмакина, и нужно вспомнить, на чём же я, в общем-то, остановился. Так, посмотрим, что там по заданиям. А, ну я уже вижу, да, и уже вспоминаю. Нужно доехать до Мидгарда, сообщить о Колизее, это последняя точка из трёх, куда нам нужно было съездить. Здесь в порта мы были, в восточном вот как раз-таки тоже, по идее, побывали. Или в Локусе нам надо было быть, я не помню. По-моему, в восточном. Так, что вообще по заданиям? Добраться до Яр и уничтожить врага. А враг у нас где? Враг у нас вот здесь. А, ну хорошо, это мы как раз из Мидгарда, когда будем возвращаться, сюда заедем. Да. А Яр? Яр вот он. Ну, замечательно. Как раз по дороге. Так, значит, что я планирую? Я планирую сперва вот здесь надо исследовать. Сюда идёт дорога, и она вроде такая довольно широкая, поэтому надо будет сюда съездить. Вот здесь, в принципе, смотреть особо нечего. Единственное, вот этот кусок центральный меня интересует. И, наверное, вот отсюда мы поедем вот так, так, и как-то вот сюда вот в Мидгард приедем. Ну, походу, может быть, даже и вот это вот исследуем, как получится. Так, ну пока... Пока, наверное, всё-таки до Восточного. Да, пока до Восточного. Потом посмотрим, что у нас здесь, и уже потом в Яр. Вот так. В Восточном что у нас покупают? Покупают картошку. Следовательно, здесь должны, по идее, дрова продавать. Да, я так понимаю? Салон новостей нет. Это хорошо. Так, корт. Наверное, я его продам. Что-то мне не понравилось как-то. Единственное, что это всё-таки запасной ствол, конечно. Ну, ладно. Ничего не поделаешь. А, давайте перекрасимся. Так. Я хоть туда еду? А, надо маркер поставить на Яр. Сразу. Угу. Вот как-то так. Да, в перерыве я там почитал немножко форум, посвящённый именно вот этому моду. Просто так, чтобы посмотреть, может быть, какие-то изменения, там, может быть, какие-то критические ошибки есть, которых стоит опасаться и, так сказать, ждать. Но, вроде как, всё нормально. В принципе, единственное, что я вот не нашёл только момента с прицепами. То есть, почему не сделаны иконки? Надо будет задать, наверное, этот вопрос. Я как-то забыл в этот раз. То есть, почему именно при покупке прицепов иконки все одинаковые? Ну, на самом деле всё сложно. Я не знаю, как организована структура вообще файлов в игре и сама вообще структура внутренняя компонентов. Движка, поэтому сложно судить. Может быть, это, в принципе, нереализуемо. Хотя, с другой стороны, прицепы тоже вроде как были нереализуемы до настоящего момента. Единственное, что автор, по-моему, вообще ничего особо именно с кузовами не делал. Он единственное, что новые шасси сделал. То есть, вот эти вот шасси под прицепом, они как раз-таки и были им добавлены, а сами вот эти вот кузова, они взяты непосредственно, берутся непосредственно из игры и просто на это шасси навешиваются. Не знаю, как там это делал, я как-то особо не вникал, да и файлы не стал смотреть, оно мне не сильно-то надо. Но, может быть, именно поэтому иконки не добавлены. Ладно, это, в общем-то, чисто такие уже эстетические какие-то моменты, они не сильно-то нужны и никак не влияют на игровой процесс напрямую. Так, да, кстати, еще вспомнил я такую вещь, как раз-таки на форуме тоже упоминалось. Если вы хотите без проблем торговать не очень часто или практически никогда не встречая бандитов, то имеет смысл именно по дорогам ездить. На дорогах они нападают довольно редко, практически никогда. Вот. Так, караванщик, а ты со мной поторговать не желаешь? Желаешь, отлично. Вот, и картошку можно тебе продать, кстати. Да, ну, покупать у тебя особо нечего. Кстати, да, вот обратите внимание, я сейчас покажу. Это возвращаясь к разговору о как раз-таки кузовах. Вот они. Пиранья, например, да, то есть, видите, отображается именно вот это вот шасси, ну, вернее, часть его. А как раз-таки сами вот эти вот кузова, они просто на него цепляются. Ну, не знаю, с другой стороны, раз есть название отдельное для каждого, для каждой вот этой вот модельки, то, в принципе, можно было как-то и картинку поставить. Одно дело это 3D-модель, другое дело это иконка. 3D-модель, ладно, она по объективным причинам, видимо, не может корректно отображаться. Ну, вот. Но иконка, все-таки, мне кажется, можно было как-то попробовать и сотриться. Вот это вот я имею в виду. Вот. Вот эти, в частности. Ну, ладно. Так. Заправимся. Скорпион. Может быть, купить себе все-таки новый кузов? А многим ли он лучше? Ага. Броню добавляет. Ну, можно, в принципе, и купить. Чего бы нет. Хотя, тратить 2000, я просто не знаю, может быть, я сейчас все-таки подкоплю денег, на что-то более интересное, например, на бойца, на того же. Хотя я уже не совсем уверен, что мне стоит его покупать. Так, задание давайте посмотрим. Спайк. Опасно передвигаться. Знакомый. Так. О, мне как раз в Яр. Вообще без проблем. Ну, тогда мы сперва в Яр поедем, наверное. Потом доставим туда посылку, сопроводим туда вот этого вот знакомого. Далее вернемся в Восточный. Съездим вот по этому маршруту, который я отметил. И, собственно, как раз-таки сможем подзаработать. Так, что у нас тут нужно? Картошка. Не, вернее, картошку продают. Значит, закупим здесь... Дров. Если повезет, вполне возможно, что и там встретим какого-нибудь купца. Так, давай, выезжай. Где ты есть-то? Ну, вот это, видимо, Ом, как я могу судить. Да, да, вроде двинулся. Ну, нормально. Кузов у него такой же, как у меня. Вооружение у него... Какое у него вооружение? Нифига себе. У него лазер, по-моему, стоит, если не ошибаюсь. А ну-ка. Да, у него лазер стоит, смотрите. Слушай, я еще даже не знаю, кто тут кого-то будет охранять. Потому что эта гадость, она прожигает только так. Не знаю, может, конечно, в 5.0 версии мода лазер этот понерфили. Хотя, не знаю, он... В общем-то, всегда был довольно неплох. Опа-опа, началось, да? Началось. Ну, вот видите, стоило только с дороги съехать. Сейчас я, не знаю, ломаю какую-то фигню невидимую. Ну, ладно. Да, ну вот если убегать от бандитов, это была бы, конечно, подстава. Да, ну это легкое задание. Тут ехать-то всего ничего. Плюс сейчас заработаем еще. Так, торговцев никаких тут нет. Ну, ладно. Это не суть. Не суть. Не важно. Выполнили задание. Выполнили второе задание. Давайте посмотрим, не дадут ли нам еще чего. Нет. Заданий больше нет. Продаем, покупаем. Смотрим ассортимент. А, кстати, да. Еще тоже там на форуме вычитал. В первой самой локации, которая край, есть возможность найти себе довольно неплохой бензобак и не мучиться, как я мучился. Единственное, что я сейчас не вспомню точно, где он там находится, но он лежит в ящике. То есть, если задаться, так сказать, целью, то можно его, в принципе, попробовать поискать. Так, я, по-моему, не туда еду. Или туда. Нет, все правильно. Туда. Можно поискать его. Он, вот не помню, то ли возле деревни какой-то лежит он, то ли он лежит где-то в горной местности. Но он точно на первой карте есть где-то. В ящичке лежит бак, вроде как неплохим таким объемом. Не знаю, конечно, точно сколько, но... Вроде упоминалось там что-то такое. Стой. Бомбей. Так. О! Слушай, так... Нет, тебя я, наверное, не буду продавать по 162. А здесь по сколько покупать? Не, я лучше сюда продам. Так, у тебя ничего интересного тут нет? Да вроде ничего. Сейчас по заданиям посмотрим. Ой, ну ладно, возьму, мало ли. Вроде через поле еду сейчас. Опа. Что-то взорвалось. М-да. Ну я-то вроде как в этом не участвовал, поэтому... Денежек-то мне не дадут, к сожалению. Ну это бандит взорвался. Единственное, что сейчас с него можно будет собрать чего-нибудь полезное. Что там у него? О, слушайте, два даже, да? Да, по идее два. Сейчас тогда оно, я надеюсь, не пропадет. Хотя надо было, наверное, переложить все-таки. Ну то есть сперва в кузов себе сбросить, а потом на землю выкинуть, дабы это ящик считался моим. Ну ладно, сейчас если не пропадет, то мы вернемся сюда. Да, тут гораздо выгоднее продавать. А, ну, так сказать, и дня не прошло. Ну это вот этот вот, что тут стоит, не знаю чего. Кстати, тоже с лазером. Суровые вы, ребята. Мне вот не хотите продавать такое оборудование. Сами разъезжайте. Ну, не дешевая штука, по идее. Я представляю даже, сколько оно в ремонте может стоить. А, ладно, вот так. Пусть будет. Хотя пулемет, наверное, стоил подороже картошки, но... Ладно уж. Главное, стоит... Жжет только топливо на месте. Странные эти ребята. Так... Нет, все-таки правильно, что я картошку взял. Ага. Ну, неплохо уже денег. Однако, по-моему, кузова на бойца стоят дороже. Значительно дороже, поэтому... В Мидгарде, наверное, попробуем, может быть, прикупить его. Ну, сохранюсь, конечно, перед этим предварительно. И посмотрим. Посмотрим, имеет ли вообще смысл брать бойца. Или, может быть, уже подождать, скажем, Урал. Или, может быть, какой-нибудь бронетранспортер. Я сейчас не помню, как он называется. Вот. Но он довольно неплохой. У него... Правда, по-моему, не самый лучший разгон. Разгон. Но вот... О, ребята, я ж, может быть, даже успею сейчас вас... Вернее, за вас получить награду. Так, где-то еще моя сотенка бегает. Перезарядимся. Где-то, где-то, где-то есть. Вот он ты. Давай. Еле-еле там что-то в гору взбирается. О, как раз. Так. Давайте, наверное, тогда сразу и сдадимся, это дело. Просто я хочу туда вот... А туда идет дорога довольно неплохая. Я хочу туда попробовать все-таки с пустым багажником закатить. Мало ли, может быть, там чего-то будет. Потому что, как правило, именно в таких местах может быть что-то заныкано. А я тут со своей с этой картошкой. И это будет не очень хорошо. Ну, вот, 330 монет. В принципе, то, что и было надо. Так. Может, еще на бандитов? О, еще на бандитов. Ну, замечательно. Ну, а что бы нет? Если я могу это... Ой, стоп. Так, я еще и во что-то врезался, ко всему прочему. Непонятно во что. Ну, большая сумма с этих бандитов ушла на восстановление ущерба от них же, собственно. Ну, да ладно. Копеечку получил, и то хорошо. За пулеметом уже не буду заезжать. Ладно, ну его... Ага, видимо, отреспаунились еще какие-то ребята. Ну их. Да, ну ладно. Я уж, наверное, попробую все-таки доехать до места назначения. Я, конечно, не знаю, что там у нас. Но бандиты, я надеюсь, не привяжутся ко мне. Ага, дот. А вот интересно, кстати, за дот дают деньги? Наверное, нет. Потому что это все-таки не машина. Так. Коробок я там увидел краем глаза. Сейчас посмотрим, может быть тут что-нибудь есть. Единственное, не застрять бы, конечно. Хотелось бы. Ну, вряд ли тут будет много каких-нибудь вещей полезных. Один вот этот ящик, да и все. Ну и там, мне кажется, особо ничего хорошего-то не лежит. Такого. Ага, металлолом. Ну, это нормально, кстати. Могло быть хуже. Впрочем, лучше тоже могло бы быть. Вот если бы мне сейчас попался лазер, то я бы с ним, наверное, очень долго бы проездил. Это, как я уже говорил, довольно неплохая штука. Так. Вы все-таки на меня решили вылететь, да? Это еще и бены. Ой-ой-ой. Что-то вы какие-то дикие. Не, знаете что, ребята? Я, пожалуй, поеду от вас. Потому что мне ремонт вылетит в копеечку. Уже очевидно это. Вот сюда, под доты давайте, давайте, давайте. Я вот тут запрячусь. Я не знаю, мне засчитают это. Я их все-таки немножко покоцал. И не помню просто, как тут именно это работает. Ну, то есть, мне ли будет все это засчитываться? Или тому, кто, собственно, последний урон нанес? Ну да, видимо, так оно и есть. Ну вот, продадим. По крайней мере, хоть с этого доход получим. И сейчас еще посмотрим, что там с них пана выпадало. Ну, довольно неплохо, кстати, съездил. Надо признать. И можно ехать в сторону Мидгриды. А, вернее, поедем мы в центральную часть, там, посмотрим, что у нас там имеется. Так, картошка. Ну, сперва мы, конечно же, продадим картошку. Наверное, тоже есть, да? Да, я, пожалуй, заменю. Вот, кстати, не знаю. У меня вот это именно то, что мы вводим из всех продуктов в основном. А хотя, кстати, давайте посмотрим. Товары, товары. Да. Из всех продуктов у нас есть только картошка. Наверное, каких-нибудь, там, не знаю, американцев, там, или еще каких-нибудь людей это бы все-таки удивило. Ну, вот, постсоветское пространство, мне кажется, все это дело как так и надо воспринимает. По крайней мере, я именно так это воспринимаю. То есть, картошки мне, в принципе, вполне себе достаточно в качестве провианта. Так, маркер надо выставить. В яр мне больше не надо. Вот сюда вот поставим и поедем. Ничего не буду с собой брать. Хотя, наверное, мог бы. Но, мало ли что. У меня сейчас кузов маленький. Поэтому, если вдруг что найду, из бандитов, может быть, чего насыпется. Кто его знает. Да, на валу такие дырки прямо от пуль. И у меня аж страшно. Как бы оно не лопнуло. Ой-ой-ой. Стой. Стой. Дай посмотрю, что продаешь. Кто-то его так хорошенько подмял. Да погоди ты. Куда ты так торопишься? Успеешь еще отремонтироваться? Давай. Догнал. А, это ты, Бомбей. Бомбей, чертяк. А ну ладно. Видимо, тут его территория. А, собственно, дорожка-то куда идет? Ну, не знаю. Успел он куда-то смотаться. А может, кстати говоря, это просто несколько караванов с таким названием. Вполне возможно. Почему нет? Какой-нибудь крупный относительно предприниматель своим именем называют караваны. А что, неплохой бизнес. Несколько машин купить. Собственно, как раньше корабли нанимали. Вот. Крупные арматоры. Ну и вот сейчас здесь так же можно, в принципе, и с грузовиками поступать. Вообще, конечно, не хватает в игре какого-нибудь здравущего такого автопоезда. Именно большого. Может быть, конечно, скажем, на Урале или на Белазе есть какой-нибудь такой прицеп, который будет именно так смотреться внушительно. Ну, пока что молоковозы да вены. Это, конечно, смотрится красиво, но не очень солидно. Ну и да, не хватает пушек, конечно, на прицепах. Пока что это нереализуемо, как я понял. Опять же, судя по форуму. Ну, мало ли. Может, у кого-то потом дойдут руки какой-нибудь версии 6.0, что можно будет и ставить пушки на прицепы. Кто его знает. Тикс. Ну, куда-то едем. Ну, кстати, да, сохраниться бы не помешало. То мало ли. Сейчас заеду куда-нибудь. Ну, и, наверное, по времени мы как раз-таки успеем добраться до Мидгарда. Там, может быть, что-нибудь еще поделать. Может, попробую купить, скажем, бойца. Посмотреть, сколько стоят кабины хорошие на него. И уже в следующем эпизоде отправимся из Мидгарда обратно в Колизей. Там разберемся с этим бандиком. Да и, в общем-то, посмотрим, что делать дальше. А, ну, дальше у нас там будет битва на арене. Собственно говоря. Я, правда, не знаю, кстати, хватит мне пулемета моего для битвы. Я уж не помню, кто там. Что там за противники? Как они подбираются? Случайно или это... Так. А ну-ка. Ой, сейчас как налетят на меня бандюки. Уже я прям чувствую. Но не могу себе отказать возможности сюда вот съездить, посмотреть, что тут есть. Там вот еще что-то есть за кустами. Я, правда, не вижу. Ну... Как-то и... Не сказать бы. Да, тут ничего и нет. По всей видимости. А жаль. Я надеялся, что тут за каким-нибудь камешком что-нибудь припрятано хорошее. Ну вот. Видать, не судьба. Сейчас еще вот здесь вот проедем, потому что... Ну, мало ли. Хотя, по-моему, вот на таких именно пригорках особо никто ничего не прятал раньше. Ну, кто его знает. Так, ну и тогда уж к тем камешкам съездим. Тоже вот здесь вот посмотрим. Движок сейчас довольно неплохой. Он обеспечивает проходимость. Нормально на горке можно заезжать. Не особо опасаясь застрять. Да, ну тут гористая местность. Видимо, обвалы были. Хотя, может быть, это и куски каких-то построек. Ну, не похоже. Кто-то уже появился. Ну, ладно. Попробуем не ввязываться в бой, просто оторваться. Задания у меня все равно нет на бандита, поэтому столкновение мне даже не окупится особо. Единственное, что лут какой-нибудь с него может быть. Ну, вряд ли оно того стоит. Да, ну, короче говоря, тут можно срезать просто-напросто. А так, ничего интересного тут и нет. По сути-то. Единственное, вот тут вот, может быть, как-то можно попробовать заехать. Сейчас посмотрим. Раз уж все равно я за это дело взялся. Вот туда куда-нибудь под линией электропередачи. Интересно мне, что тут есть. И вообще есть ли что-нибудь в горах вот в этих. Ну, а там уже на Мидгард повернем. А это... Как она там называется? Римская, да. И в Римская тогда поедем, дозаправимся, закупимся товарами и по старой схеме. Не знаю, зачем я сюда лезу. Кому она все это надо? Я все жду, когда будет неприятный звук, такой, скрежет того, что я уперся в границу проезжаемой области. Ну, пока вроде нет. Ну, вот могли бы, могли бы хоть что-нибудь положить. Почему? Не знаю, здесь ничего нет. Вот это, конечно, меня печалит. Хоть что-нибудь. Кстати, смотрите, какое отличное место, например, для засады. Именно вот в качестве бандита, если выступать, тут просматривается идеальная дорога. И вот отсюда, кстати, очень, в принципе, выгодно спускаться. Тут пологий такой склон. Довольно-таки. Можно хорошую скорость набрать и просто вот взлететь буквально сюда на пригорочек и атаковать какой-нибудь караван. Так. Ну, ладно. Тогда уж в следующие деревушки закупимся. Это я успешно проехал. Там вот еще что-то есть. Ну, как-то не знаю. Неохота мне теперь уже лазить. Если бы я тут что-то нашел и вот среди этих камней был бы какой-то стимул, атак. Так, конечно, не особо охота уже. Хотя металлолом, конечно, дело прибыльное. Тут уж ничего не скажешь. Но по всему выходит, что гораздо выгоднее ездить именно вот по дороге и просто по торговому маршруту пройтись пару раз. И можно подзаработать угловом. Так, картошка, да? Там она точно нужна? В Мидгарде? Да. тогда покупаем. Ой, какая дорогая штука. Ну, а какая еще более дорогая штука? Такое мне не по карману. переговорщик. Переговорщик. Слушай, переговорщик с просветителями. Так, а вот это вот писание. Да, это главный город просветителей. Давайте для эксперимента. Я не помню, просто я пробовал это или нет. сохранимся, я попробую договориться с ними, изменится ли как-то отношение ко мне. Ну, я, по-моему, пробовал это уже. Что-то мне подсказывает. Либо я пробовал это за кадром, когда торговал, либо... Не помню. Так. А. Ну, короче говоря, я так понимаю, он тупо гребет деньги, а толку никакого нет. То есть, если бы я с ними реально поругался, тогда бы, наверное, с меня бы взяли. Загрузимся. Что-то как-то грузится опасно, как бы не вылетело. Ну, ладно. Подождем. Собственно, Мидгард на картиночке. Ну и поехали. Тогда уже до него. Сообщим о... арене. Может, какое-то, кстати, задание будет сопроводить кого-нибудь в эту сторону. Было бы неплохо. Ну и заодно посмотрим кабины на бойца. Но, по-моему, они очень дорогие. Сам боец обойдется где-то тысяч в пять. Ну, может, поменьше, конечно. Потому что там с продажи вена, с продажи его вот этого вот кузова, кабина, опять же. Кабина-то не самая плохая, и кузов не самый плохой. Поэтому там будет небольшой плюс в этом плане. Тысячи в три, может, в четыре. Все это дело выльется. Ну вот, сколько будет именно стоить кабина на бойца? Кузов-то, в общем-то, можно купить дешевый. Они там за четыре, по-моему, опять же, где-то так. Ну, в пределах пяти-шести тысяч. А вот кабина тут же дело другое. Хотя не совсем правильно сохранился. Так. Ну все. Барменша. Один сумасшедший, засады... О, слушайте, попробуем похудиться. Может, с него что-то хорошее просто выпадить. Так. Да. Это, конечно, жесть. Управляемость плюс пятнадцать. Неплохая штука, кстати. Ну вот сейчас давайте сохранимся. Да посмотрим, во сколько мне может боец обойтись. Кстати, где там этот псих? Ну, один вот здесь. Это понятно. А второй? Кстати, а за этого сколько дают? И за этого столько же дают. Понятно. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Не, ну, в принципе, можно. Ну, это я, наверное, за кадром съезжу, его хлопну вот здесь вот. А на запись уже мы, наверное, вот с этим разберемся, поскольку, в принципе-то, они одинаковые, судя по цене. Вот. Это не какой-нибудь там экзотический противник. Да, пушечка, конечно, дорого стоит. Ну что, давайте посмотрим. Боец, да? Ну, допустим, берем бойца. А, я же не подтвердил. Так. Выбрать. Ну, предположим, купить, да? Сразу кабины смотрим. Одиннадцать тысяч стоит. Сколько у меня сейчас, кстати говоря... Ага, четыре клетки. То есть, в принципе, чтобы догнать до уровня моего, это вот хук купить. Ну, можно, кстати, двадцать четыре купить. Нет, сперва давайте с кабиной посмотрим. Например, вот эту, да? Зря я вот заправился, вот что я понял. Ну, ладно. Это уже моя. Мой косяк. Ну, вот так вот. Что тут с покраской? Виолетовый, синий, зелёный. Давайте вот такой перекрасимся, посмотрим. Так, ну, у меня появился слот, собственно, как я понимаю, ну, под пушку-то вряд ли, но под что-то такое среднее появился. Он мне, собственно говоря, нафиг не нужен сейчас, этот слот. Но почему бы нет? Единственное, что давайте посмотрим, кто, собственно, будет на меня сейчас пытаться влетать. А хотя давайте сейчас попробуем вот в таком вот виде убить того как раз-таки бандюка. Почему бы нет? Вот этого вот я имею в виду. Ну, выглядит довольно-таки неплохо. Да и вроде как и по управляемости в принципе ничего так. Я, правда, не посмотрел там, к сожалению, как он именно по характеристикам в сравнении с веном. Ну, что касается скорости, это понятно, всё теперь не зависит от кузовов, от кабины, то всё зависит именно от начинки, то есть от бака и от... вернее, от бака, от коробки передач и от движка. Но вот управляемость всё-таки осталась. Не, ну, неплохо, в общем-то. Главное, чтобы на меня сейчас кто-то опасный не нагрелся. Так, там заправка, да, как я понимаю? Да, заправка. Чтобы никто опасный не нагрелся, потому что вот это вот наличие дополнительного слота мне кажется весьма красноречиво говорит о том, что я, в общем-то, готов к серьёзным проблемам, но я на самом деле к ним не готов. По факту. Потому что тут даже пушки нет нормальной. Именно вот в этот слот. Ну, выглядит прикольно на самом-то деле. Ой. Постоянно забываю. Ну и смотрите, довольно неплохо, кстати, инвентарь увеличился. То есть, можно, в принципе, отбить эти деньги легко, причём, учитывая, что вот есть возможность торговать прям напрямую с караваном. То есть, подгадать, подловить какой-нибудь караван. Вот, в частности, возле Мидгарда, по-моему, там всё-таки этот караванчик по-прежнему тусил. Вот. Ну, скоро-скоро доедем. Скоро доедем, там разберёмся. Либо мы с ним разберёмся, либо он с нами разберётся. Ну, кто-то с кем-то, короче, разберётся. И, наверное, пока поколесим так. В принципе, вроде неплохо. Мне сейчас самое главное это место. Потому что, бандиты, ладно, я их там встречаю раз во сколько, но вот именно место в кузове и характеристики самой машины это важно. Не посмотрел, кстати, сколько ПХП. Ладно, потом на видео сам посмотрю. Что-то как-то просто на новую машину заагрился и, так сказать, ничего не посмотрел. Ни управляемость не сравнил, ни броню. Но, по идее, брони должно быть побольше. Всё-таки это боец, как-никак. Вообще, сейчас не мешало бы сохраниться далеко до него. О, уже близко, поэтому сохранюсь. Благо, автосохранение штампуется не один на одно, а всё-таки каждый раз новое. Заодно, кстати, посмотрим, с каким же нам бандитам придётся иметь дело там, по пути к Колизею. Ну, там, кстати, тоже вполне возможно что-то есть. Там такая вот долина неплохая. Интересно, кстати, где именно считается уже край дороги. То есть, съезд с ней. Ого. Ого. Так. Не-не-не-не-не. Тихо-тихо-тихо-тихо. Благо, доты отлетают быстро довольно-таки. Цезарь. Ой, он какой-то вообще ватный, поэтому... Но он, правда, за забором. Что-то подтормаживает прям лихо так. Ну и собственно все. Ну да, бандюк такой себе оказался. А ты бандит? А ты бандит? Ё-моё. Ну ладно. Единственное, что у меня сейчас на него, походу, тупо пуль не хватит. Все-таки молоковоз... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот о чем я и говорил. Ап-парам-папам. Так, надо бы валить. Вот что я думаю. Хотя ладно. Сейчас смертельный номер. С одним попробуем разобраться. Нет, не попробую. Сейчас меня взорвут. Оп. Да, и я сам врезался. Ну, этого следовало ожидать. Короче, да, бойца покупать рано. Вот что я вам могу сказать. Ну что, я, наверное, за кадром метнусь сюда. А, давайте загрузимся сразу. Так, вот это вот сохранение, да? Да. За кадром я метнусь сюда, уничтожу этого бандита и, наверное, не будем пока что покупать бойца. Все-таки это скорее проблемы, чем какие-либо выгоды. так, сейчас я проверю, взял ли я задание. Да, задание есть, все нормально. Единственное, что может быть себе что-нибудь получше прикупить. А, тут ничего и нет. скрипиона скрипиона можно купить, конечно. Единственное, что... Ну, я лучше поэкономлю, пожалуй, на что-нибудь более интересное. Можно движок попробовать купить. Вот этот, например. Ну, ладно, это все потом. да, в общем-то, боец сейчас крайне невыгоден, пока нет хорошего вооружения, пока нет запаса в деньгах, чтобы, собственно, это хорошее вооружение себе приобрести. Это лишние проблемы. Если на меня будут каждый раз так по два молоковоза влетать, у которых очень много... А, ну и смотрите, здесь 850, там 750. Не. Боец откладывается, если вообще не отменяется. Ну, ладно. Значит, что, за кадром я поеду, съезжу, уничтожу этого бандита, и, собственно, вот здесь вот начнем уже следующий эпизод в Мингриде, опять же. Ну, а пока всем спасибо за внимание и до новых встреч.